МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, вы программист? Да, я программист, работаю, практикую, занимаюсь. Сколько вам лет, если не секрет? Мне 23 года, вот еще немножечко осталось до 24. И вы закончили курсы программирования или учились? Нет, я когда-то пробовал учиться в университетах, в двух различных университетах, и там, и там как-то не задалось. Ну и понял, что лучше самому учиться, это принесло больше пользы, нежели университет. Как вообще вы стали программистом? Почему именно программирование? Это интересно? Программирование – это невероятно интересно. Это просто невероятно интересно. Начнем с того, что это, хоть и техническая вроде бы профессия, но это далеко не совсем математика и физика со своими законами, лемами и теорией. А что это? Это больше какой-то такой творческий момент. А это программирование позволяет создавать какие-то новые вещи, творить, изобретать в том числе. Надо как-то логически, кроме логики, надо еще творческие мысли. Да, уметь мыслить творчески. Ну вот, хорошо, вы говорили, что в двух вызовах учились. Допустим, вот в первом вы сколько лет? В первом отучился всего один год. Потом пошли, уже работали. После этого, нет, потом поступил в АСФУ, там отучился полгода, оттуда меня выучили. И после этого я пошел работать уже, ну, сперва работал просто айтишником с компьютерами. Системные анинистраторы. Ну, системные анинистраторы, да. А после этого меня заметили на работе, сказали, а вот так а сумеешь программировать, давай-ка попробуем. И вот как долго, получается, вы сама учились, вы сами учились. И как долго нужно самому учиться активно, чтобы взяли на работу программистов? Чтобы взяли на работу. Это на самом деле все субъективно. Кому-то и десятки лет, но мне лично три года, и сейчас меня взяли в хорошую, успешную компанию, где я, собственно, работаю. Ага, хорошо. С чем заключается ваша работа? Можете немножко глубже, давайте копнем. Я именно занимаюсь в области интернет, разработка веб-сайтов. Но, как многим людям может показаться, сайт – это что-то простенькая картинка. Вот что вы видите. Кнопочки, рисунки. Да, да, но на самом деле это совсем не так. Это только, как, можно сказать, вершина айсберга. Настоящий же сайт, вся вот эта вот бизнес-логика, все внутренности находятся где-то под водой. И, да, и именно в этой вот подводной части я и плаваю. И создаю какой-то, это называется, бэкэнд, ну, термин. И кого, такой вопрос, вы, наверное, сколько лет работаете в этой компании? В этой компании, вот в последней, которая менее года. Ну, практически год уже скоро будет. И вот кого ищут работодатели? Работодатели в основном ищут не дипломников, как многие, я думаю, сейчас, как много рассказывают, а именно людей, которые стараются саморазвиваться, которые инициативные, молодые и, ну, собственно... Молодые. Да. У нас, сейчас смотрю, спрос идет на именно молодых сотрудников. Это скольки лет? Ну, лет 25, наверное. Уже последний год у меня остался. Ну, вы еще успеваете. Я не смогу переучиться. Так, понятно. Вам нравится работа? Да, я обожаю эту работу, я даже порой ночую на работе. Это хорошая сторона, да? Это я люблю свою работу. Хорошо. А есть ли какие-то, может быть, негативные? Что не нравится? А, ну, порой бывают задачи, которых не хочется делать, но приходится. И там уже никуда не деться. Типа чего? Ну, например, снова же, я больше люблю заниматься какой-то логикой, какие-то там алгоритмы писать, а иногда говорят, ну, поставь кнопочку, а потом ее немножко сдвинь, а потом ее покрась. И, ну, это не моя любимая. Вы посоветуете нашим телезрителям, которые, допустим, сейчас еще учатся в 10-м, в 9-м классе, пойти учиться на программиста? Да, я советую абсолютно всем, кто хотел бы заниматься компьютером, кто хотел бы двигать нашу страну, наш город в будущее, за программистами будущее. Идите учиться на программиста. Пожалуйста, как бы ты говоришь. Пожалуйста. Большое спасибо за интересную беседу. Можете пока присесть. Мы с вами не прощаемся еще. Дорогие телезрители, у всех у нас есть хобби. Хочется продолжить тему обучения, ну, и вообще саморазвития. Так, вернусь, у всех у нас есть хобби. Кто-то танцует, кто-то рисует, кто-то, может быть, собирает марки, кто-то прыгает с парашютом, кто-то учит английский язык или путешествует по мере возможности. И такой вопрос возникает, как превратить свое хобби в бизнес. Об этом нам расскажут предприниматели, которые так и поступили и превратили свое увлечение, свое хобби в бизнес. И поэтому попрошу вас, дорогие телезрители, послушать внимательно. И, возможно, вы сегодня услышите какие-то интересные, новую информацию, которая поможет вам в будущем открыть свое собственное дело. Ну что ж, давайте начнем. Итак, я хочу вам представить колтовскую матрёну. Это владелец магазина Штор. Штор, можно я к вам присяду? Да, можно. Итак, здравствуйте. Здравствуйте. У вас магазин Штор. Да. Чем вы увлекались? Почему вы открыли магазин Штор? Ну, я со школы шила одежду, текстиль для дома. Вот, поэтому решила открыть салон. Это же не совсем логично. Вот вы шили дома, да? Что шили? Ну, чехлы на подушке, платья, сумочки там делала. Ну, поделки. Поделки, да? А еще что? А, мягкие игрушки еще делала. Ну, много чего делала из текстиля. Вы у вас образование? Экономист. Экономист. Работали вы? В банке. В банке. Знакомая ситуация. Ну, и вы в свободное время занимались шитьем? Да. Шила, вязала. Потом надоела работа в банке. Да, пять месяцев поработала и решила, это не мое. Хорошо. А почему магазин Штор? Я бы представил себе платье, наверное. Ну, я не вяжу там, носки вряд ли, какую-нибудь одежду. Футболки, наверное, нетрудно делать, шорты. Почему Штор? Ну, потому что я всегда любила создавать уют и тепло в доме. Уют и тепло. И вот и решила открыть. Хорошо. Допустим, ладно, салон Штор. Это логично вышло. И у вас сразу все получилось, сразу все пошло хорошо? Ну, я открыла, потом решила поехать на курсы дизайнера по Шторам. Зачем? И открытие салона. Ну, все равно техники я не знала. Шторы я не сшила никогда. А решила вот узнать про технику пошива Штор. Это не так-то просто. Не так-то просто было. Да. Ну, и сейчас у вас магазин, что очень много разных. Да, у меня сейчас два магазина, швейный цех, работники. И какая главная, может быть, вот мы о хорошем поговорили, потому что, в принципе, это успешно все, приносит прибыль. А есть ли какие-то, наоборот, подводные камни? Чего не хватает? Ну, подводных камней, конечно, много при открытии бизнеса. Надо найти хорошее помещение проходимое. Найти хороших сотрудников. А насчет, наверное, у нас телевизора возникнет такой вопрос. А где найти деньги на закупку? Ага, вот. Первое время, когда я открывала, я взяла кредит. Так. Не бойтесь брать кредиты на бизнес. Не на личные цели, а на бизнес можно. А потом Центр поддержки предпринимательства предоставила мне субсидию, грант, защитила презентацию и мне дали. Можете чуть-чуть поподробнее буквально за минуту? Как вообще грант получить? Что делать нужно? Да, это субсидия для начинающих предпринимателей. Еще же можно получить? Да, сейчас тоже, по-моему, есть программы для начинающих. А там надо презентацию сделать. Так. А по расходам тоже надо отчитаться, если уже открыли, только начинаете первый год. И там по кредитам тоже по процентам разные программы есть, компенсируют. И потом вам нужно эти деньги уже отдавать? Нет, уже безвозмездно. Как вы думаете, еще можно как-то войти в бизнес магазина Штор или все, уже туда не надо лезть? Нет, если это ваше любимое дело, то любое дело может быть прибыльным, если вам это нравится. А это, кстати, шитье осталось в вашем хобби? Да, я для себя шью один. А что шитье, в смысле, секрет? А, ну, одежду шью. Я думаю, я сама шью. Шторы вы сами себе шьете. Ну, сама шила, а сейчас уже цех шьет. Ладно, прям большое спасибо. Так, мы продолжаем наш опрос предпринимателей. Итак, я хочу обратиться, наверное, к вам, дорогие друзья. И, дорогие телезрители, разрешите представить вам Медведева Викторию и Бакланова Вадима. У них центр парашютной подготовки. Здравствуйте. Внимательные телезрители, может быть, уже помнят и видели. Этих гостей у нас уже в эфире. Итак, у вас центр парашютной подготовки. Я логически заключаю, что хобби у вас было прыгать с парашютом, правильно? Чуть-чуть ближе микрофон, ничего не слышно было? Да, совершенно верно, Виталий. Мои первые прыжки я совершила в 2014 году. Это была просто моя мечта. Было несколько меч, так сказать, которые я целенаправленно исполняла. Я совершила свои первые три прыжка, а потом открыла свой первый бизнес. И как-то вот пока год-полтора все это прошло, я вернулась обратно в парашютный спорт уже именно в качестве спортсмена-парашютиста первой категории. И как-то вот меня это небо затянуло. Я поняла, что без неба, без прыжков с парашютом уже как-то совсем не та жизнь. Как-то все совсем не то. И захотелось это как-то вот не только для себя, чтобы это было, но чтобы... А поделиться еще как-то для других? Да, поделиться, да. У нас, потому что Центр парашютной подготовки, это не только, да, вот как бы бизнес, который, ну, мы бы там хотели, да. Допустим, просто необходимые средства, которые нужны для приобретения парашютов. Это в основном, все-таки, в первую очередь, социально значимый проект. Так вы уже про бизнес пришли рассказать. Я пока в парашюте хочу услышать. А у вас такая же история, да? Первый прыжок, влюбились прыжки. История. Или у вас уже... А, да, извиняюсь, у вас есть. История, в принципе, у всех одинаковая. Начинают все тоже, в принципе, одинаковые. Первый прыжок, второй прыжок. И ты уже заметил, что снится, как ты... Кстати, может быть, парашютистам... Да, прыжки снятся. Когда ты летишь вниз, это не страшный сон, да? Для парашютиста? Нет. Или все-таки страшно? Когда ты летишь вниз, и открывается парашют, это вообще не страшный сон совершенно. Если с парашютом летишь вниз, то хорошо. Да, и со временем прыгал, 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 добился определенных результатов, определенных вершин. получил степень инструктора по парашютно-десантной подготовке, получил сертификат международного образца, лицензию международного образца в этом году мне пришла. То есть закрепил себя со стороны закона. И так как я считаю себя специалистом, я считаю своим долгом, что ли, донести свой опыт новому поколению, которое приходит к нам. Я обучаю их этому всему. Ну и это все-таки любимое дело. Всегда приятно, да, и всегда качественно получается, когда занимаешься именно любимым делом. Ощущения после прыжка и момент прыжка не описуемы. Надо просто взять, прийти, попробовать. У нас очень хороший штат профессиональных людей. Понятно. И потом вы каким-то образом решили открыть свой парашютный клуб. Как эта идея пришла? Эта идея пришла, к сожалению, из-за небольших трудностей, которые мы ощутили здесь по Якутии, по Якутску, по городу Якутску. Мы все выходцы с ДОСААФа. Я извиняюсь, я вас перебью. Дорогие телезрители, продолжение вы услышите только после небольшой рекламы. Мы к вам вернемся буквально через две минуты. Не переключайтесь. Дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир. Кстати, у меня вопрос к гостям. Вообще, кто-нибудь прыгал еще с парашютом? Я в эту субботу буду прыгать. В эту субботу будешь прыгать? А не страшно? Это первый прыжок будет? Первый прыжок, и я еще не знаю, страшно или нет. Пока не начало даваться. Когда буду падать, тогда, наверное, станет страшно. Ну, потом обязательно эмоции передашь нам. Хорошо? Обязательно. Итак, ну, вам уже ничего не страшно, я так понимаю. И бизнес уже открывать тоже не было страшно, раз уж вы летите с нескольких тысяч километров. Да нет, все-таки определенный страх есть. Даже не страх, наверное, волнение, правильное слово. Вот, которое... Вы имеете в виду бизнес или прыжки сейчас? Бизнес и прыжки. И бизнес и прыжки, понятно. Конечно, это волнует. Когда начинаешь делать шаг в этом направлении, эта боязнь, это волнение куда-то исчезает. Потому что мы стараемся идти и идем уверенно в этом направлении, потому что у нас есть богатый определенный опыт за плечами. В общем, в любом деле нужно сделать первый шаг. Конечно, конечно. И быть уверенным в себе в своих силах. Вернемся к парашютному клубу. Извиняюсь, всегда я забываю, как точно будет. Центру парашютной подготовки. Итак, вы как открыли? Безо чего? Зачем вам? Вы же могли просто дальше прыгать. Ну и зачем без этого? Мы могли, да. Мы могли дальше прыгать. Но, к сожалению, некогда сильная организация, такая как ДСАФ, она сейчас терпит крах. Я не побоюсь этого слова. Именно крах. Она разваливается. И все специалисты, которые были подготовлены в то время, в коммунистическое, после коммунистическое время, вынуждены уходить оттуда. Это связано с невыплатой заработной платы и с новым руководством, которое пришло к власти. Так, давайте. Поэтому мы были вынуждены, ушли. И так как у нас были уже подготовлены группы парашютистов, мы не могли людям отказать. Мы знаем, что такое небо, и знаем, что такое отказать человеку в небе. Мы, наоборот, привлекаем. Поэтому мы открыли центр парашютной подготовки. Так, секундочку. То есть у вас уже были клиенты, да? Но пока не было бизнеса, можно так сказать? Клиенты были. Была заинтересовалась. Была запущена реклама определенная, да, чтобы привлечь клиентуру. Ну и дальше мы идем по схеме. Какой схеме? Люди приходят, проходят обучение. И на выходные, там, либо в другой день, при наличии погодных условий, благоприятных, мы выполняем прыжки с парашютом. Открыть центр было легко? Ну, вот вообще, как бы, любой бизнес, так как у меня уже есть за плечами два успешных бизнеса, да, я могу сказать, что, в принципе, открыть всегда легко. Самое главное – это сделать первый шаг. Самое важное, да, вот если мы открываем, да, допустим, ну, не важно какой бизнес, да, не важно, и он основан на твоем любимом деле, да, на твоем, как это говорится, большом расширении, то есть то, что ты знаешь хорошо, у тебя всегда будет получаться. Ну, что, вот вы говорили, там, несколько лет прыгали, конечно же. Да, допустим, кто-то вот шьет, да, кто-то там, допустим, ну, например, я не знаю, там, дома строил, ну, всегда, да, и вот, да, хобби было, да, хобби. Ну, действительно, там, для себя строили, потом запускают, да, там, строительство. Подключаем рекламу, да, обучаемся, там, делаем сайты, вот, да, допустим, дополнительно. И вот так вот со временем постепенно-постепенно сам бизнес идет, да, не скажу, что прям всегда легко и просто, и прям деньги всегда падают сразу, нет. Есть определенные трудности, но я думаю, что этого бояться не стоит, поэтому открыть всегда легко. Все-таки, наверное, классическая схема, когда любимое дело приносит какой-то определенный доход, да, я думаю, все с этим согласятся. Секрет в том, чтобы заниматься своим любимым делом, как бы это ни банально звучало. Совершенно верно, да. Хорошо, большое спасибо. Итак, дальше, здравствуйте. Дорогие телезрители, разрешите представить, тут, извиняюсь, Афанасия Сивцева, это Бюро бухгалтерских услуг у вас. Так, вы у нас бухгалтер, получается, да, по образованию? Да, я бухгалтер, я, ну, у меня высшее экономическое образование, я учился в аспирантуре в Санкт-Петербурге. Ну, начал я работать в госслужбе, да, ну, я работал в налоговой, в судебных приставах, в казначействе, потом я перешел в ООО, бухгалтером, до этого я еще работал консультантом 1С, ну, как бы мои друзья, знакомые, они уже знали, что я, как бы, у меня есть опыт по бухгалтерии, да, и, ну, начинающие бизнесмены или уже действующие ПОО задавали мне вопросы, ну, как подготовить декларацию, например, да, какие сроки, ну. Ну, то есть к вам уже обращались, то есть знали, что вы в этом разбираетесь, и к вам ваши знакомые обращались, в общем, уже была какая-то заинтересованность. Да, и... Извне. Я уже взял несколько фирм тогда на сопровождение, ну, чтобы, допустим, они не пропустили сроки, чтобы им не заблокировали расчетный счет, например, или помогал выбрать систему налогообложения, чтобы не переплачивать эти налоги, ну, чтобы все было в рамках закона, как бы, вот так вот. И, ну, я понял, что очень много предпринимателей, они, как бы, не нарочно, а, как бы сказать, по незнанию закона нарушают, ну, нарушают, как сказать, налоговый кодекс. Ну, пропускают платежи. Да, у них это все накапливается, и в конце выливается в очень большую проблему, и им даже приходится закрыть дело свое, как бы, да. Я понял, что эта услуга, она востребована, и, ну, как бы сказать, я решил открыть свою фирму, ну, для консультаций по бухгалтеру. У вас прям академически так получается. Вы работали бухгалтером, работали бухгалтером, работали бухгалтером, открыли бухгалтерскую контору. Да, вот так получается. Ну, так как я работал изнутри, вот, допустим, я знаю, как в налоговой, но там в основном вот все предприниматели, они боятся вот налоговой инспекции, там, инспекторов, но я знаю, что там работают такие же люди. Ну, как бы, не надо их бояться, просто нужно знать, как бы, законы. Итак, я знаю, что у нас есть короткая схема вашего личного производства, если так можно выразиться, по созданию, по открытию бизнеса, да, как выбрать свое дело. Да, ну, я вот год назад только открыл вот этот свой офис, да, до этого я очень много книг читал, ну, именно вот по бизнесу, как начать и по психологии, по мотивации, и разработал таблицу на 4 столбца, которая разделена. И первый столбец, ну, ее сначала нужно заполнить. Первый столбец, там нужно записать свои опыты, знания, да, ну, которые вот по жизни накопились, да, вот в большей степени как специалиста у себя, да. Второй столбец нужно заполнить то, чем нравится заниматься человеку, например. Опыт знания, чем нравится заниматься. Чем нравится заниматься, ну, вот мечта, например, да, в каком направлении. В каком направлении человек сам хочет развиваться? Хорошо. Дальше. И третий столбец, что из этого может принести деньги? За что люди, допустим, заплатят, что может принести обществу какую-то пользу? И четвёртый столбец, это уже нужно подвести итог. Какой вид деятельности может из всего этого вам подойти больше? Что будет вам нравиться, что будет жизнеспособно, и какие ваши знания могут пригодиться для вас? Давайте на вас это перенесём. Чем вам нравилось заниматься? Что вам нравилось считать? Ну, мне не с самого начала. Просто я уже накопил определённый жизненный опыт, и я понял, что в этом я разбираюсь больше всего. Я не стал изобретать велосипедом какую-то франшизу и так далее. Я понял, что вот это я знаю уже, и как бы людям я помогал, как пользоваться, например, программой 1С, как самому вести свою фирму, и потом уже понял, что за это могут заплатить мне. Дорогие телезрители, у нас здесь такая идея возникла, что идея для вашего бизнеса, скорее всего, лежит уже вот здесь, в расстоянии одного шага. Вы, скорее всего, этим уже занимаетесь. Можете этим заниматься уже профессионально. Можно так сказать даже. Хорошо, большое спасибо. Итак, идём дальше. Ксения Хамитова у нас занимается... Хамитова, извиняюсь, занимается... У вас студия школа танцев. Школа танцев, да. Итак, расскажите, пожалуйста, про школу танцев. Ну, вообще, моё увлечение именно танцами началось с детства. У нас было очень популярно в детстве и восточные танцы, танцы живота. Многие девочки у нас танцевали, и, естественно, что мне тоже хотелось этим заниматься. И была возможность, скажем так, мне выступать. Меня пригласили, чтобы я выступила на одном мероприятии. Не поверите, мне было лет 16. Я уже выступала в клубах, я уже выступала в ресторанах. То есть меня уже звали уже тогда. 16 лет я уже начала выступать. Это, конечно, рано. Ну, вот так просто получилось. Мы выступали с подругой, получается, вместе. Потом как-то буквально спустя, наверное, месяц, может быть, два, ко мне начали подходить именно женщины и спрашивать, где я преподаю, как, что. То, как бы, естественно, что я говорила, что я не преподаю, я новичок, я только-только начинаю, пока еще опыта нет. Вот. И, скажем так, вот именно вот этот толчок, вот эта вот поддержка, вот это вот, наверное, какой-то такой интерес людей меня и подвиг к тому, чтобы открыть школу танцев. Ну, конечно, это тоже произошло все не сразу. Я искала себя во многом. Я пробовала работать и косметиком, и массажистом, менеджерством культурной деятельности, и арт-директором я работала, кем я только не работала, и бортпроводником я работала в авиакомпании. И много-много, что я перепробовала. А в итоге пришли к тому, с чего начинали? В итоге я пришла к тому, с чего просто начинала. Да, тут буквально вот так. Вы сами шьете костюмы? Да, я не скажу, что я, конечно, шью профессионально, я шью чисто только для себя и для девочек, с которыми мы выступаем. То есть вот это вот у меня идет пояс такой для танцев. Тоже я его сама делала, да, это обшито все бисером. А вот тут это павлин и крылья, да? Нет, да, это павлин идет, получается. Это идет рюкзак для танцев, то есть он вот здесь крепится на ручках. На спинку? То есть на спинку, да, и вот получается вот так. Как хорошо. Украшения, получается, на ножки для костюма и на ручки. Понятно. Такие вот. А что нужно, чтобы открыть свою танцевальную студию? Потому что у нас очень много же людей занимаются танцами, и явно этот вопрос возникает. Да, на самом деле вообще первые шаги начинаются еще с детства. То есть ко мне, я поскольку занимаюсь с детьми, я вижу, как дети хотят и горят мне глаза, они начинают заниматься танцами. И очень важно, чтобы родители поддерживали своих детей. Это тоже очень-очень важно. И чтобы ни в коем случае не замыкали их в развитии. То есть у меня как было... Мне, к сожалению, мои родители предпишли, чтобы я закончила музыкальную школу, голос, фортепиано. И я ее закончила, но мне были интересны танцы. Меня заставляли учиться в музыкальной школе. Я не хотела этого. Но вот все равно выбрала танцы. В итоге все равно, я считаю, что очень многое зависит еще от детства. То есть родители должны именно поддерживать своего ребенка и поддерживать его в развитии его творчества, именно его талантов. И поэтому в будущем ему будет вплоть до открытия бизнеса? Конечно, да. Это все пойдет с самого детства. Есть дети, которые понимают, допустим, хорошо разбираются в математике, хорошо, допустим, разбираются в литературе, в танцах. А кто-то хорошо танцует. Такой вопрос сразу. Как по-вашему? Можно еще открыть еще одну студию танцев в нашем городе? Это будет? На самом деле, конкуренция у нас очень большая. То есть, когда я открывала студию, вообще, и когда я только начинала, то есть, у меня не сразу же была студия, я вначале работала как наемный хореограф, наемный инструктор. Для начала лучше поработать именно как хореографом в другой студии. То есть, вообще, конечно, чтобы быть хореографом, нужно набраться опыта. Дорогие телезрители, я надеюсь, вы почерпнули для себя какую-то интересную информацию, которая поможет вам в будущем открыть свое собственное дело. Ну, а на этом я хочу рассказать о том, что на этом наш эфир подходит к концу. Увидимся с вами на этом же самом месте в это же самое время. Берегите себя и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok